Здравствуйте! Кожа нуждается в обязательном уходе, ведь невозможно ежедневно наносить на лицо косметику, порой даже забывая ее смыть, а потом верить в то, что это никак не отразится на упругости и состоянии кожи. В магазинах и в аптеках продается много готовых масок, но как насчет старого доброго рецепта. Одним из таких можно считать рецепт молочной маски для лица. Готовить ее проще простого, а польза очевидна. Рассказываем о рецепте и об особенностях этой маски. Существует даже теория, что именно молочная маска считалась секретом красоты самой Клеопатры. Внушает доверие, не так ли? Уточним, что египетская царица делала ее из молока мула, но сегодня подойдет и коровье. Начнем с того, что природа наделила его полезными компонентами. Среди них углеводы, белки, органические кислоты, микроэлементы, полезные жиры, витамины А, В1, В2, В3, В9, Е, С, которые просто необходимы для кожи лица, особенно в зимний период. Этот внушительный список определенно дает очки в пользу молочной маски. В чем же ее польза? Замедляет процесс старения, так как содержит антиоксидант витамин Е, который отвечает за борьбу со старением. Борется с сухостью и с шелушением. Смягчает, подтягивает и освежает кожу. Борется с угрями при помощи молочных ферментов, витаминов А и В2. Снимает воспаление и разглаживает морщинки. Питает и увлажняет кожу, что делает ее упругой и эластичной. Очищает и отбеливает кожу. Отметим, что молочных масок существует очень много. Нужно внимательно изучить компоненты каждой, чтобы точно убедиться, что у вас нет на них аллергии. Если насчет чего-то не уверены, лучше обратиться к специалисту. Рассказываем о трех рецептах, чтобы у вас был выбор. Рецепт номер один. Классический рецепт, который пользуется наибольшей популярностью. Нужно смешать одну чайную ложку жирного молока или простокваши с одной чайной ложкой меда. Все это хорошенько перемешать. Если у вас не сухая кожа, то можно также добавить одну чайную ложку овсяной муки, чтобы маска лучше держалась на лице. Если же кожа сухая, то оставьте всего два компонента. Сначала нужно очистить лицо, вытереть его насухо, кистью нанести маску на лицо на 15-20 минут. Затем умойтесь теплой водой, протрите лицо тоником и нанесите сыворотку или крем. Рецепт номер два. Маска для воспаленной кожи. Смешайте одну столовую ложку молока с одной столовой ложкой настоя ромашки. Ее можно заменить отваром цветов липы. Хорошенько перемешайте и нанесите на лицо по такому же сценарию, как и в случае с маской из рецепта номер один. Лежать с ней нужно 20 минут. Затем смыть теплой водой. Рецепт номер три. Маска для питания и увлажнения увядающей кожи лица. Вам нужны половинка банана и четыре столовые ложки молока. Вилкой сделайте пюре из банана и добавьте к нему молоко. Все это размешав, чтобы получилась кашеобразная смесь. Маску нужно наносить на 30 минут. Опять же, предварительно подготовьте кожу лица, как указано в рецепте номер один. После процедуры смойте все теплой водой. Любую маску перед нанесением на кожу лица нужно протестировать на коже за ухом и или на внутренней поверхности кожи предплечья. Это поможет избежать аллергической реакции, ведь вы заранее будете знать, как ваша кожа взаимодействует с ингредиентами. Альтернатива маскам – профессиональная косметика, а если кожа проблемная, то лечебная косметика – косметевтика. Чем старше человек, тем меньше помогают народные средства. Так что с возрастом нужно переходить на качественную косметику. Главное – правильное питание, очищение и увлажнение кожи. И она будет сиять здоровьем. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова